Дружеское сотрудничество между Министерством образования и Московской епархией Русской Православной Церкви положило начало подобным конференциям. Это уже 15-е по счёту. А видным в таком масштабе проходит впервые. Её участниками стали более трёх тысяч человек из 68 муниципалитетов. Конференцию посвятили культуре России 20 века. Основная тема — это нравственное значение подвига новомучеников и исповедников российских. Для нас это особенно почётно и, наверное, знаково то, что именно тема новомучеников российских получила своё второе рождение. Это не случайно, ведь на территории нашего района многие трагические события происходили воочию. Это и Бутовский полигон, это и бывшая часть Ленинского муниципального района, коммунарка. Там, где многие почили и покоятся сегодня с миром. Главная цель таких встреч — обмен опытом между педагогами в вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. За годы работы Ассоциации учителей Московской области удалось выпустить 8 книг. В этот раз вновь состоялась презентация ещё одного издания. Книга была написана под руководством профессора Московского государственного областного университета Людмилы Шевченко. Куда вошли истории жизни и подвигов новомучеников и исповедников земли подмосковной? Никогда в истории нашей культуры, православной культуры, не было прославлено такого количества новомучеников, который дал нам 20 век. А как говорят наши святые учителя, отцы, они говорят, что кровь мучеников — это семя, из которого взросла побеги. А побеги — это будущее, нравственная культура нашей молодёжи. Мы увидели, какой замечательной получилась эта книга. Она охватила все районы Московской области. И мы эту книгу также с дарственными надписями включим святейшему патриарху, московскому сейеру Си Кириллу, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву, министру образования и науки Российской Федерации Ольге Юрьевне Васильевне. Потому что это очень большой и важный труд, это историческая память о том, что было в Подмосковье. И как, почему важно и зачем важно это хранить сегодня для наших подрастающих детей. После завершения конференции её участники посетили выставку детского творчества, которая является результатом большого труда по духовно-нравственному воспитанию. На ней представлены сотни красочных подделок, рисунков, сувениров, сделанных руками школьников. Уроки мученичества для нас очень полезны, чтобы вооружиться верой, терпением и любовью. И я верю, что молитвы новомучеников помогут нам в повседневной жизни. Продолжилась встреча открытым уроком для воспитанников детских домов и учеников общеобразовательных и воскресных школ. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.